Но я напоминаю, что в группе ВКонтакте регулярно проходят сборы и розыгрыши SSD накопителей. Этот SSD не исключение, он уже разыгран и скоро поедет к своему победителю. Также у меня есть сайт ProSSD.ru, где я создал удобные сравнительные таблицы по всем SSD, которые были у меня на обзорах. Переходите, смотрите, сравнивайте и выбирайте только лучшие SSD. Всем привет, с вами Давилович и сегодня на обзоре очень интересный, долгожданный серверный SSD от компании Micron. И это NVMe SSD 7300 Pro, объем 960 гигабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей цене, ссылочку оставил под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и если все устроит в обзоре, можете покупать. Данный SSD был выбран по итогам голосования и большинство выбрало именно его. Что ж, соответственно, сумму всю на этот SSD уже собрали, этот SSD уже разыграли и остается сделать обзор. Но для начала давайте разберемся, что же это за SSD такой. На картинках 7300 Pro показан обычно там длиной 110 мм. Такой тоже есть стандарт, он не на всех материнских платах присутствует, но на большинстве есть. И я ожидал длинный SSD, но когда приехал ко мне, я сразу же увидел, что здесь стандартный 22х80 мм SSD M.2. Данный SSD бывает также в исполнении U2 2.5 дюйма, но это не наш случай. Нам нужен универсальный SSD M.2 SSD, который подойдет абсолютно на любой ПК, где есть M.2 NVMe разъем. Что же касается заявленных скоростей, то здесь 2400 мегабайт в секунду на чтение и всего 700 мегабайт в секунду на запись. И да, маловато для NVMe SSD накопителя, даже пусть это и серверный SSD накопитель. Но, как я понимаю, здесь все заточено на чтение. Кстати, на данный SSD заявленная гарантия 5 лет, а вот ресурс 1900 терабайт на запись. Что ж, очень даже ничего. Так что давайте поскорее распакуем данный SSD, установим его и сделаем все тесты. SSD накопитель Micron Enterprise 7300 Pro. Объем 960 гигабайт. Поставляется вот в таком вот простом блистере для NVMe SSD. Итак, здесь у нас объем моделька, что это SSD, полный порт номер. Все, видно сквозь прозрачный блистер наши SSD с наклейкой и видно, что есть пакетик с двумя винтиками для крепления SSD. И это хороший, хороший знак и за это производителю респект. Все, открываем, достаем наши SSD, достаем наши винтики. Все, упаковка здесь нам больше не понадобится. Винтики, в принципе, тоже ничего особенного, просто два винтика с резьбой M1. Ну, а вот он наш SSD. Вот таким вот образом он у нас выглядит, с такой наклеечкой. Видим DERAM CASH Micron, видим контроллер, видим две банки памяти с одной стороны. С обратной стороны у нас еще две банки памяти. Еще один DERAM CASH. И куча-куча у нас здесь конденсаторов. Что ж, давайте установим этот SSD и посмотрим, что же он из себя представляет. SSD накопитель Micron 7300 Pro, бьем 960 гигабайт в M.2 исполнении. Установлен. Переходим в управление дисками. Смотрим, да. Инициализируем наш новенький SSD. Вот он, создаем простой том NTFS, ждем форматирования, все мгновенно. Чистый объем получаем 894,24 гигабайт. Отлично. Дальше запускаем Crystal Disk Info, смотрим, что же у нас по накопителю будет здесь. Так, смарт-параметров у нас немного, но хосты чтения записи у нас есть по нолям. Общее время работы 0 часов, всего 3 включения. Перед нами абсолютно новенький SSD. Температура, только я его включил, уже 54 градуса, а вот это уже лишку. Давайте запустим себе ID Hardware Monitor и будем отслеживать максимальную температуру в данной утилите. Сворачиваем все ненужные нам устройства и запускаем Crystal Disk Mark. Первый тест, 5 прогонов по 1 гигабайту на абсолютно пустом SSD накопителе. Но пока идут тесты, перейдем на официальную страничку нашего SSD. И серия Micron 7300 бывает в исполнении 2,5 дюйма с разъемом подключения U2 и M2, точно такой же PCI Express SSD. Что ж, здесь нам говорят, что все у нас производительно, быстро, отлично и так далее. До 8 терабайт бывают данные SSD, но нас интересует, что же по нашей модельке на 960 гигабайт. Итак, заявлено 2400 мегабайт в секунду на 4,700 мегабайт в секунду на запись. И есть информация, что ресурс данного SSD 1900 терабайт. Тест завершился, но давайте посмотрим. Техсостояние плохо 100%, температура 75 градусов, накопитель нереально быстро разогревается. И мы, собственно, видим это на скоростях. Линейная скорость у нас практически 2000 мегабайт в секунду, потом меньше-меньше. И 4К чтение у нас составило 34 мегабайта. Это очень мало, это, я считаю, связано как раз с перегревом нашего SSD. Поэтому сейчас я не вижу смысла продолжать тесты. Давайте все завершать, установим комплектный радиатор от материнской платы и начнем все тесты заново. Потому что в серверах все-таки там хорошо все продувается. Ну и в нашем случае просто необходим радиатор. Без него мы просто не увидим ничего хорошего по этому SSD. Я, если честно, в шоке. Решил я сделать паузу перед тем, как SSD накопитель снять, чтобы он остыл. А он не остывает. 75 градусов. Офигеть. Что ж, я снял SSD накопитель. Будем устанавливать его вместе с комплектным радиатором от материнской платы. Но перед этим давайте мы с вами аккуратненько отклеим наклейку с нашего SSD. Сдерам памяти. Ух, как у нас там что-то хорошо приклеилось на контроллере. Ладно, с этим мы позже разберемся. И полностью отклеиваем наклейку с нашего SSD. Так, разобрать, что тут за контроллер. Сейчас склеим не видно. Но уже, уже мы с вами видим контроллеры. Мы с вами видим DRAM Cache. Мы с вами видим два чипа памяти. И мы с вами видим еще один интересный элемент посередине. Что же это за микросхема такая? Очень даже интересно. Что ж, сейчас очищаю, фотографирую, записываю, что же у нас тут за контроллер. И устанавливаю вместе с радиатором под этот радиатор. Или как в итоге я тер клей с нашего контроллера, с его блестящей части NVMe2108HC. Называется наш контроллер на SSD Micron 7300 Pro. Ну и давайте запускать все наши утилиты. Будем смотреть, что же у нас по температуре будет сейчас. Пока 34 градуса. И это меня очень радует, что температура у нас более-менее в норме. По крайней мере, на данный момент потихонечку растет 36 градусов. Ну и мы с вами начинаем снова тестировать SSD. И конечно же в 5 прогонов по 1 гигабайту на абсолютно пустом накопителе запускаем тест. Тест завершился. И вот здесь уже совсем другие значения. Мы с вами видим, что линейная запись у нас 917, заявлено было 700. Ну а что касается скорости линейного чтения, то не изменилось. 1929 МБ в секунду при заявленном 2400. И особенность у нас никак не изменилась. 4К чтение, это 33 МБ в секунду. А это уровень, скажем так, недорогих SATA SSD. Вот это действительно новость. Что ж, продолжаем тесты. Следом AS SSD Benchmark. Смотрим, что у нас будет здесь. Ну и для NVMe SSD накопителя наш Micron получает 2422 балла, что я считаю маловато. Что ж, продолжаем тесты. Накопитель у нас пока в максимуме был 58 градусов, собственно, в данный момент. Но мы смотрим, что у нас будет в ATO Disk Benchmark. Итак, тест у нас подходит к концу. Давайте замерим температуру. 60 градусов на нашем радиаторе. Собственно, 60 градусов у нас показана температура и на датчике SSD. Я не знаю, что подкрутили в компании Micron, но в тестах утилиты ATO Disk Benchmark, вы посмотрите, 3,33 гигабайта в секунду скорость чтения, а скорость записи 1,82 гигабайта в секунду. И это выше, чем заявлено. Заявлено было 2400 и 700. В общем, не верю этим показаниям. Давайте мы продолжим тесты. Посмотрим, что у нас будет в Adjo Video Systems. Здесь у нас и чтение просело. Ну, по записи, в принципе, все нормально. Теперь сворачиваем все наши синтетические тесты для того, чтобы сделать паузу 15 минут на нашем SSD накопителе. Но предварительно выполним команду Trim средствами Microsoft Windows через оптимизацию. Время прошло, а накопитель у нас 62 градуса и не остывает. Что ж, давайте перейдем к тесту на реальную скорость записи. Будем копировать папочку Render объем 100 гигабайт с накопителя Samsung 970 EVO Plus на 500 гигабайт. И смотрим, что же будет у нас сейчас. Итак, был кэш оперативной памяти и реальная скорость записи у нас 800... 870... Так... 850 уже... 870... Интересно, накопитель себя ведет. Ну, вроде как, средняя 860 мегабайт в секунду у нас скорость записи на накопитель. Что ж, давайте смотреть, что будет дальше. А вот и есть у нас снижение скорости до 760 мегабайт в секунду. И скорость вернулась обратно. Температура потихоньку растет уже 70 градусов. И даже 900 мегабайт в секунду. И мы с вами видели на графике. Что ж, 920 мегабайт в секунду. Смотрим, что будет дальше. 71 градус. А запись первой папки у нас подходит к концу. Но мы на этом не остановимся. И поэтому копируем вторую папку. Смотрим, что же у нас будет здесь. Температура 72 градуса. Ну, а средняя скорость у нас 860 мегабайт в секунду. Ну, а тем временем у нас 71 градус. Температура и скорость упала до 700... До 700... Так, 640... 650 мегабайт в секунду. И вот не совсем... 72 градуса уже температура. И не совсем понятно, с чем же это у нас связано. Запись второй папки подходит к концу. Температура 73 градуса. Скорость 520 мегабайт в секунду. И снова у нас поменялся статус SSD на плохо. При этом здоровье 100%. Что ж, заполняем SSD. Пошла третья. Запись третьей папки подходит к концу. Температура держится на отметке 73 градуса. Скорость в среднем на отметке 500 мегабайт в секунду. Что ж, давайте запишем последнюю папочку. Посмотрим, что будет здесь. Четвертая папка подходит к концу. Температура также 73 градуса. Скорость у нас упала до 420... 430 мегабайт в секунду. Заполнять SSD дальше я не вижу смысла. Мы увидели максимум и уперлись в максимум данного SSD. Поэтому сейчас удаляем все данные с нашего SSD и выполняем команду Trim. Чтобы сделать паузу 15 минут и продолжить наши тесты. 15 минут прошло, а накопитель остыл всего лишь до 63 градусов. Если мы здесь обновим, то до 63 градуса. Ох и горяченький же SSD. Ну а мы с вами продолжаем тестировать. И сейчас попробуем сделать тест AIDA64. Тест диском на линейную скорость записи на всем объеме. И вот мне очень интересно, что же мы с вами увидим. По-любому же накопитель уйдет в троттлинг. Или нет. Ладно, не будем гадать. Запускаем тест и ждем результат. Тесты завершены. Вот такой вот непонятный график мы с вами получаем. И вначале у нас вроде бы все хорошо. Потом скоро снижается. Снижается ли она из-за троттлинга или из-за чего-то еще? Сказать сложно. Но график не врет. График есть график. Что ж, график увидели. Давайте подводить итоги. Накопитель потихоньку начал остывать. Да уж, да уж, да уж, да уж. Очень интересный SSD получился. И до сегодняшнего дня я прямо считал, я прямо верил, что на NVMe SSD накопители, на любой NVMe SSD накопитель не обязательно ставить радиатор. Любой SSD без радиатора будет работать вполне себе нормально. Но этот день настал, друзья. Micron 7300 Pro просто офигеть, как нуждается в радиаторе. А если не в радиаторе, то в активном охлаждении. И неудивительно, где-то сервер на SSD, а в серверах продувка просто очень хорошая. Там с охлаждением проблем нет. Ну и первое, с чем я столкнулся, конечно же, с нагревом. Он уже просто на запуске операционной системы уже был за 50 градусов. Стоило только запустить мне CrystalDiskMark и даже вот просто в первом же тесте у нас провал, у нас перегрев, у нас падение скоростей. По итогу получается, что троттлинг на данном SSD 73 градуса и все, все становится плохо, статус появляется плохо. Несмотря на то, что 100% здоровье, вот, скорости падают. Ну, там падали минимум до 400, а так скорость до перегрева у нас примерно 860 МБ в секунду. И это неплохой показатель, потому что он должен был бы быть постоянным. Но тест AIDA64 показывает нам, что все-таки снижение скорости есть. И здесь сразу же вопрос, а из-за троттлинга ли? Вероятнее всего, да. Причем самое интересное, что здесь свой контроллер, как бы микрон. Здесь DRAM Cache, как бы микрон. Здесь чипы памяти, микрон. Но ни то, ни другое определить конкретно мне не удалось. Сколько здесь DRAM, какие здесь чипы памяти стоят, есть ли какие-то излишки. К сожалению, нет. Что касается тестов на скорость в бенчмарках, то к скорости чтения есть вопросы. На удивление. И на удивление к скорости записи вопросов нет. Хотя обычно бывает наоборот. И несмотря на гарантию большой ресурс, этот SSD можно перезаписывать один объем в день. Но блин, как перезаписывать, когда он так сильно греется. Вероятнее всего, данный SSD у нас рассчитан даже не под смешанную нагрузку, а чисто под чтение. Потому что под записью сразу же нагрев-перегрев. И вы знаете, как я люблю серверный SSD. И вот тот случай, когда серверный SSD мне не нравится. И блин, если вы хотите купить себе что-то подобное, позаботьтесь о хорошем охлаждении, либо хороший радиатор, либо хорошую продувку. А еще, я думаю, лучше и то, и другое. Вот таким вот интересным, вот таким вот горячим оказался серверный SSD Micron 7300 Pro. Я, конечно же, рад, что мне удалось, что у меня появилась возможность сделать обзор на данный SSD. Но я не рад результатам, и я не рад данному SSD. Поэтому рекомендовать его к покупке, к сожалению, я не буду. Он не заслуживает этого. Он слишком горячий. И место ему либо там в серверах, либо в каких-нибудь холодильниках, на севере, но только не в обычных ПК. Я очень надеюсь, вам понравился данный обзор. Я очень надеюсь, что он был вам полезен. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт ProSSD. И увидимся на новых обзорах. Пока-пока. А для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот интересный горячий SSD, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Ну и не покупайте. Субтитры сделал DimaTorzok